Снежинки стали настоящим символом зимы. Дети ходят языками на улице. При новогоднюю ночь люди украшают свои окна бумажными фигурками снежинок. Они являются одними из самых интересных творений природы, благодаря их сложным узорам и способностью полностью изменить ландшафт. И это не просто кусочек снега. Каждая снежинка буквально уникальна и по-своему интересна. Чтобы это доказать, я подготовила для вас самые интересные факты о снежинках. Какого они цвета? Если я вас об этом спрошу, то можем уверенно сказать, что вы ответите белые. Так бы ответило большинство людей. Однако на самом деле все немного иначе. Они прозрачные. Они состоят из множества прозрачных кристаллов льда. Тогда почему они белые? Все дело в рассеивании солнечного света. Кристаллы льда отлично рассеивают солнечный свет, из-за чего они кажутся белыми. По данным Национального центра данных по снегу и льду, снежинки можно классифицировать как минерал. Под словом минерал подразумевается гомогенное однородное твердое вещество, сформировано неорганически с определенным химсоставом и упорядоченным расположением атомов. Снежинка состоит из ледяных кристаллов, поэтому она соответствует всем критериям минералов. Это природный, не созданный людьми единый материал, какой имеет упорядоченную структуру. Кристаллы льда образуются в облаках, когда температура опускается ниже точки замерзания. Кристаллы формируются из капель воды. Когда кристалл падает, он ударяется от другие кристаллы льда, в результате чего и формируется снежинка. Именно этот процесс объясняет такую неоднородность и разнообразность снежинок, так как во время падения кристаллы сталкиваются под разными углами, с разным количеством льдинок и т.д. Абсолютно все снежинки имеют шесть сторон. Ранее говорилось о том, что они уникальны, как и отпечатки пальцев. Однако некоторые ученые уверяют, что видели одинаковые снежинки. Их размер и форма напрямую зависят от температуры и количества влаги в облаке. Их можно разделить на следующие группы. Пластинки, звезды, столбики, иглы, пространственные дендриты, увенчанные столбики, неправильные кристаллы. Когда очень холодно, снег обычно мелкий и рыхлый, а снежинки приобретают достаточно простую форму. Обычно во время холодов выпадают снежинки в виде столбиков и игл. Когда температура приближена к температуре замерзания, то есть к 0 градусов по Цельсию, они становятся намного больше и приобретают более разнообразную форму. Например, форму звезд, пластинок и т.д. Вы задумывались о том, с какой скоростью они падают с неба? Если говорить о каплях дождя, то их скорость около 7-8 метров в секунду или 25-29 км в час. Чем больше капля, тем быстрее она падает. Снежинки намного легче, чем капли дождя. Они на 95% состоят из воздуха, поэтому имеют низкую плотность и медленно падают. Их скорость падения около 0,9 км в час или 0,25 метра в секунду. В идеальных условиях они могут объединяться друг с другом, формируя большие хлопья. Весной в 1944 году в Москве выпали огромные хлопья, которые имели габариты до 10 см поперечники. Они напоминали настоящие летящие с неба тарелки. В Сибири выпали вообще хлопья диаметром до 30 см. Однако самая большая снежинка в истории спустилась с неба в Соединенных Штатах Америки, в штате Монтана, в январе 1887 года. Ее диаметр был 38 см, а толщина невообразимой 20 см. Первым человеком, который сфотографировал снежинку, был фермер из небольшого городка Джерико в штате Вермонт, США. После долгих лет экспериментов с подключением микроскопов к сельфонной камере, в 1885 году Уилсону Бентли все же удалось сделать первую в мире фотографию снежинки. За всю свою жизнь он сфотографировал более 5000 снежинок и даже опубликовал книгу с 2400 их изображениями. С чем у вас ассоциируется снег? Для многих людей это приятное время. Белые хлопья падают с неба, все вокруг покрыто белым одеялом. Есть что-то в этом удивительное, сказочное. Однако не все хорошо относятся к снегу и снежинкам. Есть такая фобия, как хиноофобия. Она проявляется в ужасной боязни снега. Люди, которые страдают от хиноофобии, отказываются выходить на улицу во время снега, пытаются избежать попаданий на них снежинок и так далее. Вы замечали, что после того, как выпал свежий сухой снег, на улице так красиво, тихо, осенние суматоха уходят на задний план. Все дело в том, что снег отлично поглощает звуковые волны. Именно по этой причине атмосфера кажется более спокойной и тихой. Однако, когда снег тает и замерзает, превращаясь в лед, он начинает лучше отражать звуковые волны, из-за чего на улице становится более шумно. Как я уже говорил ранее, для того, чтобы снежинка достигла Земли, нужно, чтобы температура окружающей среды была ниже 0 градусов по Цельсию. В противном случае она растает и превратится в обычную каплю дождя. Однако, встречается такой феномен, когда во время плюсовой температуры выпадает снег. Это возможно, если температура окружающей среды не превышает плюс 6 градусов по Цельсию. Когда очень долго идет дождь, например, при температуре плюс 4 градусов по Цельсию, он способен охладить окружающую среду до нулевой температуры, из-за чего начнет идти снег. Вы замечали, что после того, как выпадает снег, становится немного теплее. Более того, многие садоводы знают, что озимый лук или чеснок не сможет перезимовать зиму, если не будет снежного одеяла. Он попросту перемерзнет. Все дело в том, что снег является отличным изолятором. По этой причине многие дикие животные закрываются в снег и впадают в зимнюю спячку. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться, ставить лайк, а также оставлять свои комментарии. А вы боитесь снега и выходить зимой на улицу? Или вы любите кидаться снежками или пить снежных баб? Субтитры создавал DimaTorzok